Пасхальные крашенки Пасхальное яйцо высотой в 2 метра и диаметром в полтора содержит 308 деревянных яиц, симметрично выложенных из четырех сторон света. Крашенки выполнены в технике петриковской росписи. Украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая ведет свою историю еще с 18 века, сформировалась в Днепропетровской области в селе Петриковка. 5 декабря 2013 года петриковская роспись пополнила репрезентативный список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Крашенки, украшающие инсталляцию, расписывали студенты Национального университета, Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета. Вот это выполнена работа мастера, а это студентами Международного гуманитарного университета и Национального университета юридической академии. Посмотрите, практически ничем не отличишь. Важно подчеркнуть, что и сам храм святой мученицы Татьяны имеет уникальную архитектурную форму пасхального яйца, символа общей радости и новой жизни. Этот глубокий символизм яйца, он и был воспринят церковью как образ воскресения Христова. Христос, который из-за весь род человеческий, завистью врага рода человеческого был убит, распят на кресте, погребен в пещере. Казалось бы, все. Это полная безвыходность, полное окончание, полное торжество зла, греха. Но, тем не менее, он воскрес. Вот буквально так же лопнула эта скорлупа этой пещеры, этого греха, этой надменности человеческой. И Христос воссиял во всей своей славе. И вот этот глубочайший символизм и является тем, что несет в себе эта христианская традиция пасхальных яиц. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отмечает, что и в его семье из поколения в поколение передаются многовековые православные традиции. И супруга моя Наталья Николаевна, и дочь Татьяна, и один внук, и второй. Все мы делаем для того, чтобы быть вместе и поддерживать эти хорошие, добрые традиции. Воскресение Христова – важнейший день для всех православных верующих, которые именуют праздник из праздников и торжество из торжеств. Наша община, которая существует при нашем храме, это община тех людей, которые пытаются воплотить в своей жизни вот эти основы христианского мировоззрения. То есть той жизненной позиции, той жизнеутверждающей силой, которая является по своей сути основой вообще всего бытия. И конечно же поблагодарить Сергея Васильевича, потому что он постоянно заботится о нашем храме. Наш храм находится при юридической академии, поэтому у нас взаимодействие. Со своей стороны мы оказываем духовное окормление, духовную помощь, возносим молитвы. А Сергей Васильевич Кивалов со своей стороны вместе с многотысячным коллективом академии, он конечно же помогает нашему храму в его бытии. Я хочу поздравить всех одесситов со светлым праздником Воскресения Христова. Я очень надеюсь, что эти тяжелые времена пройдут, и мы, как и прежде, будем ходить в храмы, радоваться, молиться. И все будет у нас хорошо. Самые искренние поздравления всем одесситам. Здоровья, мира, благополучия. Храни нас всех Господь. В прошлом году была проведена реконструкция инсталляции. Принимала участие в этом и настоятельница свято-архангела Михайловского женского монастыря Игумения Серафима. К обновлению и росписи пасхальных яиц присоединилось очень много молодежи. Преподаватели петриковской росписи провели мастер-класс для студентов. Теперь же общенациональный карантин внес изменения во все планы. В честь святкування Великого Православного Свята, Великодня, студентский храм Святої Мученисті Тетяни завжди відвідула велика кількість гостей з інших міст, прихожан і, звичайно ж, студентів Національного університету Одеської юридичної академії. Проте цьогоріч ми будем святкувати пасху в досить нестандартному для нас форматі. І, звичайно ж, президент нашої альмамати, працівники, викладачі і все студентство нашого університету приєднуємося до такої вседержавної ініціативи і будемо слухати службу в онлайн-режимі. Зважаючи на це, звичайно ж, служба богослужіння пасхальна не у мене жодну домівку. І кожен з нас зможе доторкнутися до цього прекрасного свята і очиститися душею. Светлая Пасха символизує победу над смертью Ісуса Христа, Который принял смерть за грехи людей і спасення человеческого рода від страшних бед. Праздник у Пасхи предшествовал Великий Пост, длівшийся на протяжении 48 днів. Уже после праздника Светлого Христового Воскресення наступає Светлая Седмица или Светлая Неделя. А приветствовать друг друга принято – Христос воскрес, воистину воскрес!